и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и продолжаю играть фаркс ровался также на фиардах и сегодня мы пойдем посмотрим на вот эти самые порталы что это такое и так далее который находится на вот здесь ну вот куда мы прибегаем ты блин приземлился можно на верхушку дерева просто тупо встать то есть я спрыгнул со скалы и медведь прям на верхушку дерева приземлился ну и соответственно он пожалуйста хп-шки сколько у него разбился чутка на уже было бы очень тупо разбиться конечно так посмотреть инвентарь минимально это вся фигня чё это такое а ну это я уже запускал точно ну погнали на какой-нибудь другой вот сюда погнали в зиму чё почему бы нет я проверял просто как он работает и запускал его сказать не более 30 прирученных существ ой как так же мать твою ярко ох ты господи гамма на нейтралку включил надеюсь там выживем я не знаю еще чё там мне просто подсказывает что мы сейчас просто переместимся какая-нибудь на другую тупо локацию типа когда-нибудь в зиму у там там осень соответственно вот там лето и все черт его знает что это будет как это вот я не ожидаю ничего такого прям сверх чего-то того так где мы приземлились так ну да как я и подумал а мы просто тупо приземляемся к обелиску в чем тогда но логика того места в логике совершенно 0 то есть я приземляюсь и соответственно вот я могу вызвать боссов в чем логика того места ну понятно дело ни в чем 2 приземлился так ну раз ни в чем о чем я примерно уже начинал догадываться ну как бы было бы нелогично приземлиться куда-то что-то где-то и ну типа какая-то карта загрузится и так далее это ну да локации с боссами это отдельная история но бог с ним куда пойдем пойдем мы посмотрим как допустим вызвать дракона и будем уже к этому стремиться да конечно ресурсы и дело хорошие но то есть короче вот это вот а вот эту кусать отчетки но мирового босса надо вот грант вот это вот это и вот это это что получается вот это вот это и и вот это так 87 до 26 87 а вот даже темные тухими не поджигача за мировой босс тогда ладно пофигу давай посмотрим здорово во первых где я во вторых я сюда не попадал фишка дракон руны камень вот куда нужно руна камень призвать тайн герна не я точно этого не хочу делать одно название мировой босс меня как-то уже отпугивает но окей я понял куда мне девать руны во первых во вторых давай посмотрим как суда забраться серьезно никак ну в смысле кроме как вот оттуда так а выбраться и отсюда могу интересно короче выбраться туда можно только с помощью альпийских кирок либо очень сильно долго мучиться с помощью телепортов и так далее а вот вход в пещеру это вот он буквально сразу же прям рядом ну логично что я не находил по двум причинам первый я старался в зиму не забегать второе я в этих местах максим что делал это пролетал мимо но в целом вот типа дуги камни все дела то есть ну как бы место такое примечательно интересно но туда я явно не хочу тусить ладно погнали а к любому терминалу погнали говорю к любому терминалу и в итоге пришел на тот терминал который пещер я еще не тусил отлично но в любом случае пофигу мне нужно посмотреть по что реликвия бэйлы артефакты всем не нужны и соответственно ресурсы ликвия бэйлы это мне еще нужно будет понять где это доставать поход делом не придется очень много пещер посетить это очень как минимум тупо а еще отсюда выбраться нельзя с помощью телепорта класс то есть у меня считается как будто бы я под землей типа супер ладно давай тусуемся немножечко по этой пещере посмотрим что здесь вообще и как здесь вижу древнюю канализацию на счет падать этого не хочу я максимум есть его раздеться без dinos и так далее типа чтоб не жалко было логично пещера с паучихой что здесь будет очень много насекомых это было было очень логично в плане разработчиков такое сделать но пещер как я понимаю небольшая и все уже выбрался там буквально чуть-чуть и все это прям на побережье находится вот мелкий сумасшедший пиздюк слушаю но ее как бы ее как бы надо умудриться найти то есть здесь либо знать куда идти либо случайно попасть туда прям конкретно очень будет тяжело найти такое просто так даже специальная в мы искал не кисло по времени да уж я читаю щас вики и на локалке либо на пиво в серверах на общем где это включено зажимаем r и телепортации между мирами и портаться между мирами ну и допустим ну вот сюда и допустим сюда это удобное путешествие по карте да я убрал корзи сети у меня стояли добыт чану то есть добивали нефть я их убрал толку от них был 0 ну как сказать очень мало толку от них было поэтому я их убрал куда нас то пахнет довольно таки быстро то пахнула и где мы оказались а ну мы оказались на берегу то есть проще говоря если ты знаешь так сказать куда телепортироваться непосредственно то на пве серверах либо на локалке можно с помощью этого легко телепортироваться убираем карту так зажимаем r и вот погнали то и знаешь куда ты пахаться туда и ты пахаешься необычно непонятно зачем скажем так это вообще сделано но допустим плюс просто какие-то скрытые мир и читать все дела очень не хватает когда нету нормальные вики причем любой видите вот английский хоть какой-то сил просто в целом напросто нету либо энтузиасты которые заполняют обычно вики решили чутка подзабить на это дело и ничего не делать вот единственное что могу в этом плане сказать короче после того как я зашел в тупик незнание а что черт выбер делать я решил все-таки посмотреть немножко покопаться что когда где вот эти уронические камни это нужны для вот для вызова мини босса мини боссов мы соответственно вызываем с них получаем лут и как я понял именно вот этот лут у нас используется в во время призыва босса там чё-то был написано то ли про артефакта то ли чё я так и не понял но такое ощущение что и артефакты дропаются с этих самых мини боссов так это или не так чертова знает но стоит начать с рун с рун ей какое же классное слово с рун чувствую себя всегда так вечером короче руны дропаются с разных предметов я думал как же они у меня появились то есть я первую очередь задался вопросом как эти руны появились у меня то есть они каким-то макаром должны были у меня появиться я нашел ответ они появились они появляются после того как увеваешь альфачей да то есть достаточно убить альфача чтобы у тебя появились а руны с каждого не с каждого черт его знает я вот собственно сейчас и иду ищу их так что у нас там бареоник сам а черт его знает пускай будет наверное а вдруг я там альфа чаще с еще увижу в общем у меня все как обычно всегда типа крепость это весь очень много всяких крепостей и так далее из ластерина колец всяких мест из ластерина колец стали в общем короче создатель этой карты явно любитель фанат властелина колец но вот все что я могу в этом плане сказать все все что я о соленчак я не думаю что у меня под ногами все что я познал из всего что я буду прочитал самое важное это то что создатель карты любитель василин колец вот и все что я могу скажем ладно ищем альфа в поисках рун мать его руна это хорошо но я вспомнил что в этом здании есть проход в какую-то пещеру надо зайти вообще посмотреть чуть о кристаллы пенсора народ я не могу не только стал мне для дробилки нужно кристалла но это есть не ошибаюсь то простая пещера то есть не больше не меньше просто по пещерам где скоропяха интересно хочу ли я скоропях поставить так раньше было хорошо камешка у какого-нибудь дину вот тебе серия блин тупо и банально сейчас я понимаю что это слишком даже вот от серия выглядит уже тупого тинька ху здорово черно жемчуг белый тоже то это просто короче по сути место под застройку грубо говоря но мне нужно здесь подлутаться это факт кристаллы и жемчужинки я сейчас летаю и я понимаю насколько я туплю у меня есть поиск дина поиск дина подразумевает об поиск абсолютно все один shift f8 список и находим здесь альфа в примеру раптор около дома короче моего я мое ну погнали смотреть на мою теорию с каждого не скажу дропается одну и как бы тут не только моя теория там сайты где пишут эту информацию и говорится доверяй на проверяй здесь будем проверять вдвойне 140 прикольно аргентабис в стока в целом конечно здесь клевое место но хищные живки здесь ё-моё ужас ща 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 смотрим у меня три руны в инвентаре о 9 рун дала классно тушь реально с них дропается рунки как получить руны я понял что с остается только понять а смогу ли я победить этих боссов да уж них кислый так сказать вопрос погоди 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 ну я просто вижу тэков значит надо их молить электроника все дела вот поэтому не могу пройти мимо давай еще раз проверять ё-моё шкин вот сколько здесь рапторов а здесь вообще две рун дали ну то есть как бы рандом очень сильно рандом то есть может как дропнуть очень много так и вообще нифига я в так скал интересно это у нас раптор был ну-ка давай еще раз проверим вот он мелкий левел это было два одинаковых то есть зависит как от лава или нет я будет прикол севс этого сейчас мелкого лава там дропнется десятка а не ну это рандом конечно хорошо но не это немножко бесячий фигня и на локалке играешь пофигу то есть у тебя урон все равно как-то побольше подкачаться полегче и так далее три рунных камнях интересно ну то есть все таки чистый рандом как он есть внизу кручу верчу понять не могу где он находится внизу боли ну спрыгивать сейчас не очень хорошая идея на чуть подальше отходить но потому что я буду спрыгивать я буду седла слайд этот козел бежит ко мне постоянно давай смотреть папа отлично папа отлично отлично вот это благо жесткая подстава если бы эту тварь меня был шандарахнула 135 лавал 13 трун тыс от лава здесь вообще ничего кардинально не зависит только долбаный рандом но в любом случае сколько нужно 50 рун у меня уже 30 есть то есть трудно добыть довольно таки легко посмотрим допустим альфа-раптор альфа-тиранотавр про овощи на картине дон а мегалодон а нафига мне мегалодон сидит карнотавр как-то вообще не густо а вася и вася 2 одни раптора да и тех по замачивал уже не кисло да как-то очень не густо но тут еще какой до подводных тоже альфа чей нужен будет обязательно раздерванивать поэтому хочу там арму что интересно вот поэтому да нужно будет обязательно подводника томите и конечно же это жемчуг залутать что немаловажно но и естественно альфа чипа убивать тоже будет неплохо 15 лава да что что убегаешь ты скотина от меня счета я так и не понял сколько я рун залутал а ну 2 а может от лову все-таки зависит но при но я у 90-го залутал вообще прям три было до 2 руна счета прям вообще непонятная фигня и раздражающая так сказал надо идти вообще прям далеко альфа карно вот на нем сейчас посмотрим еще мы там получаем по арестом точнее фуру нам давай код это вот без вот этого сейчас на чертам кидаться я чё бавриную хату до сломал жаль и и хотел залутать 25 вот это тормоз вот это нормас 25 камней короче влияет по большей части не блин да реальная старуха сломал вот это жаль влияет не то такой левел а то какой дина честно чекане туда и ресурсы пропали через это козла в воду нырнуть собрался они были а нет это это их жаль в общем прикольно я хочу красный луч залутать да уж красный луч седло фиолетовое седло процера ли дропы конечно мое неуважение отвратительные дропа что здесь качать можно а чертова знает пока ничего не хочу качать короче жопу все погнали до дома в целом что я могу сказать сегодня думал сделать это по факту получилось говно но за то что самое главное я разобрался во первых откуда берутся это руны во вторых куда их использовать немножечко почитал по игре потому что вариантов по ходу дела не было и только так и нахожу время на чтение всего этого дела и что немаловажно я добыл ресурсы у меня теперь есть добилка но я еще не установил ее я и создал мы не установил в общем самое лучшее за эту серию это то что я добыл кучи кристаллов и металла такие вот дела что дальше делать не знаю но как варианте на боссов на боссов нужно все таки посмотреть как их убивают нужно что-то мне серьезные или мешаньки мне хватит или притомить и мешаньки вторую половину чтобы был семейные лузы и соответственно брони больше урона больше и так далее то есть вот уже вот это вот решить и уже смотреть что когда где потому что что-то я так не понял где добываются артефакты есть они добываются артефакты с помощью убийств вами не боссов это конечно прикольная механика не необычная такие вот дела но и на этом уже с вами буду пожалуй прощаться к играть всем спасибо за просмотр не забывать подписываться на канал ставят лайк комментируют мне конечно делиться мои видеть своими друзьями на то все всем удачи всем пока всем счастливого добра всем пока